Такс, такс, такс. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сегодня не успел в свой вагончик, вот поэтому еду, потому что я был на передаче. Передача очень хорошая получилась с певцом Сергеем Зыковым, но очень сильно затянулась и не успел я, поэтому вот в машине провожу свой прямой эфир. Мы едем по Петербургу. Пробки. Пробки питерские. Спасибо. Я тоже рад всем. Божье благословение, всем помощи. Рад вас видеть. Бывает, что я, ну, бывать нет возможности. Прошлый раз у меня был день рождения, 1 февраля. Вот, а сегодня передача. Ну, о, Лена, добрый вечер. Спасибо, что присоединилась. Еду в машине, вот, потому что, потому что была передача с Сергеем Зыковым, певец. Я, наверное, потом, после своей передачи выложу небольшое видео. Недавно я отметил свой день рождения и целую неделю принимал поздравления. Вот, было очень много. Было очень много поздравлений. До сих пор отвечаю. Спасибо всем большое. Вот, спасибо большое вам за помощь храму, которая нам сейчас необходима, остро. Вот, вот, сейчас я болтаюсь в этом автомобиле. Алексей там ведет. Вот, а пока все подтягиваются. И вот мы, а 5-го числа у меня был такой официальный, ну, не полуофициальный день рождения в Александровневской лавре. Там были зрители, был зал, и мы с Ольгой Максимовой, с арфистки, которая играла на арфе, мы впервые, можно сказать, вышли на большую публику и играли такое вот литературно-музыкальное произведение. Из моих песен. Вот, гитара была арфа и мои стихи. Ну, а сегодня я немножко тоже почитаю свои стихи, пока мы едем. До гитары мы, наверное, не доедем. Сегодня, потому что, я думаю, еще целый час нам здесь надо по пробкам ехать. Поэтому сегодня у меня будет поэтическая поездка по Петербургу. Сейчас мы в районе Ржавки Пороховых. Вот Ириновский проспект, проспект Ударников. Такие названия советские. А я почитаю пока стихи. На душе хорошо и печально, и молитва, как песня, звучит. То, что было, совсем не случайно. Эти встречи, как вспышки в ночи. Херуимское пение в храме. Взгляды чистых, сияющих глаз. Благость встреч никакими словами не опишешь ни здесь, ни сейчас. В этом поезде, мчащемся ровно, мчащем спокойно, навевающем светлые сны. И в душе прекращаются войны под влиянием поздней весны. Завтра город, как змей ненасытный, примет странников чрево свое. Но останется песня, молитва, и никто не отнимет ее. Спасибо всем за пожелания. Так, кто у нас там, из каких городов вы? Пишите, какие города присоединяются. Уже 61 человек. Да, я устал. Кто спрашивает? Надежда Селиванова. Я устал и торможу. Поэтому, вы уж простите, я сегодня буду тормознутым. Я буду читать стихи из моего сборника, которые называются «Как хочется чистоты». Вот, там слова из песен, но есть некоторые стихи, на которых еще песни написаны. Интересная история тоже со мной произошла. Я с матушкой ездил в Ригу года три назад, или четыре, к своим друзьям. И там познакомились мы с одной женщиной. Она, если так можно выразиться, была келеницей отца Сергия Гаркловса. Ну, то есть, она была всегда рядом с ним. Вот, можно сказать, секретарем даже было его. Ну, и помогала ему в жизни. А Сергий Гаркловс – это такой священник, который жил в Чикаго. И он все время после войны хранил там у себя в Чикаго, в доме, чудотворную икону Божией Матери Тифинской. Барнаул, Алтай, Солнцево, Москва, Воронежская область, Архангельская область, Домодедово, Казахстан, Шекмент, Москва, Краснодар, Заледенелый. Всем желаю тепла. Ну, все-таки зима – это хорошо. Осиновая роща. Украина. Что-то из Домодедово и Воронежа у нас сегодня много людей. Могилев. Глубинка Псков. Вот из Надежды Стелефанова, которая беспокоится о том, что я устал. Спасибо вам большое. Малага, Испания. Екатерина. Боже вам благословение и поклон из Петербурга. В Малагу. Ростов-на-Дому. Екатеринбург, Казахстан, Иваново. Ой, да. Короче, много-много народу и все. Мне… О, летом сварка ко мне собирается приехать в Севастополь, Краснодар, Красногорск, Москва, Оренбург. Да… Здорово, что мы все на связи. Здорово, что нас объединяет вера и любовь к творчеству, к искусству. Так вот, я… Так вот, я хочу… Дорассказать. И там познакомились с этой женщиной… Она… У нее… Она живет в Юрмале в основном. И у нее еще есть такой хуторок из одного дома. Вот, оказывается, вот этот хутор, отец Сергия, когда прилетал из Чикаго, он сначала… Сначала приезжал к ней, вот, и адаптировался к нашим условиям в ее домике. И я даже лежал на этом диванчике, на котором отец Сергий отдыхал. И даже… Она мне что-то подарила из одежды. Куртку его отца Сергия. Сейчас он умер, царство ему небесное. Это был прекрасный человек. А во время войны он был молодым. О, Ольга Максимова едет из Петрозаводска в Питер. Ребята, осторожнее, на дорогах. Сегодня гололед, в Питере очень много аварий. Так что… Так, Татьяна Евполова тоже хочет к нам. А давайте к нам, приезжайте в Петербург. В наш храм Василия Великого. Очень, очень будем вас ждать. И посмотрите, что мы тут сделали. С вашей помощью, кстати. Павлодар из Казахстана на связи. И, значит, этот отец Сергий, он был тогда еще… Я так понимаю, он был то ли алтарником, то ли семинаристом. А вы знаете, что немцы, они икону забрали из Тиффена? Вообще, вся эта история очень интересная. И решили… А, ну, они… Они хранили ее… Они хранили ее… В Риге. Да, в Риге. Видимо, они собирались ее вывозить, что ли, в Германию, не знаю, как… Как реликвию. И, конечно же, Тиффи насиротел без этой иконы чудотворной. И уже надвигались наши войска. А, может быть, кто-то знает, что такое была Псковская миссия. Дело в том, что, когда немцы пришли на нашу территорию, они стали открывать православные храмы. И стали призывать священников, чтобы они там служили. И многие священники откликнулись, потому что это была возможность поддержать наш русский народ в вере. Но потом, что получил… Зачастую получалось так, что эти священники, которые шли на такой подвиг… Ну, они же были под немцами, да. Их потом признали врагами народа. И они все поехали в лагеря практически. Ну, некоторые оставались, а некоторые эмигрировали. Так, Ростов-на-Дону, Яславль, Йошкарала. Вот, вот мне матушка звонит, не знаю, что делать. Пока отклоню. Хотя, ну, может, она поймет. И вот этот молодой юноша, у него была миссия вывести эту икону из России. Ну, потому что здесь была богоборческая власть, и неизвестно, что с ней могло быть. И он привязал ее к себе. И вот был… Я не могу точно сказать, но был такой случай. Вот, как… Как он ее вывозил. Их набилось целый вагон. Он стоял буквально на одной ноге несколько суток. Еще такой… О, Олег Андреев из Латвии. Как раз я про Латвию рассказываю. Про отца Сергия Гаркловса. Из Риги, да. Правильно. Этот фильм был «Поп». Да, про пусковскую миссию. И… Он… Значит, когда они пересекали границу, немцы его вывозили… Ну, в общем, и были мигранты в этом вагоне. Вот. Был целый вагон. Можно сказать, это теплушка была. Уезжали срочно. И каким-то образом… Каким-то образом красноармейцы остановили этот поезд. Это… Это, да. Действительно, это наша доблестная армия-освободитель. Слава тебе, Господи. Гомель подценился. Как раз, наверное, на границе с Белоруссией. Где-нибудь еще. И… И они стали осматривать этот поезд. Вот. Все замерли там в вагоне. Все, кто ехал. Вот. В страхе. Ну, вот. Последний момент, видимо, по молитвам Отца Сергия. И по молитвам Божьей Матери. Ну, спасибо, Леночка, что ты, матушка, позвонила. Вот. Скажи, что я еду. В течение часа буду, наверное. Вот. Вот. И дальше что у нас было? Дальше что у нас было? Смоленск. Добрый вечер. И дальше они вывезли ее, и они эмигрировали в Соединенные Штаты. И он хранил эту икону на протяжении многих лет. Потом, когда он узнал, что у нас рухнула советская власть, что у нас стали открываться храмы, он стал подумывать, как переправить ее в Россию. Для этого он, я так понял, что он сюда приехал, посмотрел и увидел разваленный монастырь, еще не отреставрированный. И он сказал так, если вы отреставрируете монастырь, то я эту икону верну в Россию. И вот там, да, началась реставрация монастыря. Многие участвовали в этом. Вообще, это было такое грандиозное всеобщее грандиозное движение. И восстановили монастырь, и отец Сергий привез эту икону сначала в Ригу, где ее торжественно встречали. Мне рассказывали, как там все происходило. Финансировал, притом, рижанин все это. Один из рижанинов, рижаний Одесса, на связи область Одесская. Вот. И в итоге она попала все-таки в Тихвинский монастырь, где ей находится. Если кто-то не был в Тихвине, у иконы Божией Матери Тихвинской, почитайте, кстати, ее историю, как она появилась там, как по небу она летела по небу, а народ шел за ней, и она опустилась в Тихвине. Вот. Вот такая история. Я сейчас увидел в своем сборнике стихотворение. Я его прочитаю. В нашем мире, современном, электронном, отчужденном, жил простой священник Сергий и берег одну икону. Он прошел огонь и воду, сквозь изгнание, гонение. Из далекого Чикаго призывал одно мгновение, чтобы чудная икона к нам на родину вернулась, чтобы Пресвятая Дева на иконе улыбнулась, чтобы мы от сна очнулись и опять народом стали, чтобы тоже улыбнулись, чтобы в сердце лед растаял. По поводу, кстати, льда в сердце. Это тема. Сегодня, да, мне многие очень звонят, просят поговорить, или списываются со мной, или пишут аудиофайлы. Просят какого-то совета. Ну, опыт есть, конечно. Хочется, конечно, об этом говорить, о том, что очень много у нас формального, фарисейского. Что мы в храме бываем телом, а ум наш витает. А еще мы, бывает, сидим дома, а дома нас нет. Каждый в своем гаджете. Вот, не общаемся, в сердце не открываем. Вот, и, конечно, да, льдинки, эти колючки в сердце. Мы эгоистичны и готовы в любой момент сорваться, и раздражение у нас близко, гнев у нас рядом. Сдерживаться не умеем. Вот такая печальная картина. Такое ощущение, знаете, вот действительно, как в снежной королеве Кай с сальдинкой в сердце. Вот, которую может растопить только искренняя вера. Вот мы все едем по Петербургу. Уже пригород, уже скоро будет окружная, и я поеду в Агалатово. Сначала мы, наверное, куда мы едем, Алексей? А? В Агалатово мы едем, да. Алексей решил совершить подвиг. Такс. Я все время отвлекаюсь. Добрый вечер. Слава Богу за скорбь и за радость. Точно. Точно сказано. Читаю дальше стихи и буду что-нибудь отвлекаться. Вот была история про отца Сергия Гарклоса и про Татьяну, его секретаря, который сейчас живет в Риге. Потом я буду немножко всегда напоминать нам о храме Зажупани, деревне Зажупани, где мы восстанавливаем храм Архангела Михаила. Сейчас идет зима, но все равно производятся работы. Там у нас Костя. Мы хотим отвоевать в этом году алтарную часть. Там такая разруха. Вот и Костя один там с лопатой с утра до вечера откапывает обрушенный кирпич, штукатурку, обгоревший иконостас, который превратился в пепел. Вот. Ничего там хорошего не осталось. Вот. Я все думаю, может найдет что-нибудь богослужебное. Но все сгорело. И сгорело, и разграблено. Ни полов нету, ничего. Окна забиты. В этом году мы хотим просто отвоевать алтарь, постелить там пол и проводить там службы. Все-таки алтарь должен служить Богу. Вот. Мы надеемся, что Архангел Михаил, Алексей, Человек Божий, храм, которого мы в этом году построили, теплый, помогут нам в этом. И я написал такое стихотворение, посвященное этому храму. Вот. Храм Архангела Михаила в деревне Зажупания. Это на Долгом озере. Посмотрите на карте. Сланцы. Сланцевский район. Озеро Долгое. Ленинградской области. Это где-то 200 километров от Петербурга. Вот туда ездим. Завтра вот с утра выезжаем. Делаем документы. Собираем приход. Ремонтируем, реставрируем, охраняем. Ухаживаем за кладбищем, за могилами. Вот. Сейчас строим там гостевой дом. Может быть, если вы приедете, можете там остановиться. Идею у меня там сделать, знаете, что скид для людей, повреденных городом. Очень много таких людей. Прям хочется взять, прям с исповеди человека, посадить в машину и поехать отвезти ее на природу. Пусть недельку поживет, откормится, поест, забудет о всех своих проблемах. А то людям, ну, я сам по себе сужу. Вчера мне такое известие какое-то пришло. Я чувствую, что у меня начинает, ну, давление повышаться и какое-то состояние. Не могу с ним справиться. А потому что я живу в постоянном стрессе. Как-то держусь. Вот. Я иной раз думаю, господи, сколько ты сил даешь. Как это можно выдержать? Вот. Ну, Господь дает силы. Вот, ну, я себя чувствую, ну, зачастую натянутой струной. Думаешь, вот-вот лопнет. А потом раз, Господь дает силы, и ты, и все. И ты встаешь утром, как новенький, и пошел вперед. Так вот, я про храм, разрушенные храмы, посвятил храму Архангела Михаила такую. Ну, все-таки он держался, держался этот храм. И в 50-е годах убили священника, местные жители. И потом хрущевское было, гонения хрущевские. Перестали туда священников посылать. Посылать священников. И храм постепенно его превратили в склад. Потом там пожар, потом еще что-то. Хранили какие-то химикаты. Ну, и вообще вот разрушался он, забросили. Вот мы сейчас решили этот храм восстановить, пока он совсем, пока еще есть точка возврата. Я думаю, что я за свои грехи этим занимаюсь. Я надеюсь, что Господь мне простит мои грехи, мои молодости, ошибки. На самом деле, я не собирался быть священником. Я просто по обету за свое исцеление построил храм, а меня туда рукоположили священником. Мне пришлось все постигать и учиться заново всему. Ну, вот то, что получилось, то и получилось. Храм. Вы знаете, я искренне верю, что возрождение нашей Родины настоящее будет с возрождением сельских храмов. Сельские храмы, вокруг них надо создавать социумы. Они должны быть градообразующей, центростремительной такой силой, куда будет народ притягиваться. Появляется отреставрированный храм, возвращаются люди. Я сейчас вижу, как это тоже самое происходит и с нами. Очень многие интересуются уже этим местом. Кто-то собирается покупать дом. Уже люди возвращаются, заводят сельское хозяйство, фермы приезжают. Вот. Ну, а сейчас вы видите, что происходит? Неравен сейчас город накроется, да? И что мы будем делать? Без тепла, без света. Конечно же, русская деревня нас спасет. Но сейчас мы настолько в этом круговороте находимся, что мы об этом даже думать не хотим. А все ведь может быть. Сейчас, посмотрите, все гипермаркеты, они чем наполнены? Сельского хозяйства-то нет практически. Если нам прекратят поставку и закроют гипермаркеты, что вы будете делать? Да. Так что, я думаю, у каждого города, ну надо подальше, конечно, от города. Не 30-40, а 200 километров в глубинку, чтобы какой-то домик был, небольшой кусочек земли. И это все в свое время. Во-первых, это можно завещать внукам. Вы же не знаете, что будет дальше. Может, это единственное будет утешение какого-нибудь вашего внука. Эх, да. Вот. Ну, двигаемся дальше по моему сборнику, который называется «Как хочется чистоты». внука. Просто, может быть, кто-то знает, что у меня случилась трагедия, когда я был молодым, и меня зарезали ножом. «Было 11 ножевых ран». Вот. И я впоследствии написал стихотворение. «Одиннадцать ран пробило». Одиннадцать – это как все равно одиннадцать часов. Вот. Ну, такой образ поэтический. Все мы работники одиннадцатого часа, да? О, да. Вы так пишите такие интересные мысли. Да. «Основа Россия – деревня. Когда мы это поймем, мы спасены». Подальше, подальше, на рассвете встал и пошел послушать тишину и поработать. «Батюшка, скажите, пожалуйста, почему так сложно учить молитвы? Читая их свободно, не спотыкаясь, а наизусть не получается». А я скажу почему, потому что голова занята. Да. Очень много в голове забот. Молитва-то, она на тишину ложится. Да? Да. Вот даже я сейчас еду в автомобиле. А тяжело в шуме. Ну, сосредоточиться на повествовании, так сказать. Так. О, я из Тверской области. Это очень знакомо. В Тверской области, в Весегонском районе. Я был в Весегонске. Так. У меня там друзья из музыкального училища. Точно такая же история одного храма на реке Рения. Интересное название река Рения. Бог в помощь вам. Восстанавливайте, пожалуйста. Нам это очень нужно. Вообще, просто умоляю вас, участвуйте в восстановлении храмов. Это очень пригодится. Это будет нужно нашей душе, наших детей и внуков. Хоть я и упал, но я не потерян для вечной любви, согревающей мир. И так до креста не верен, но верен. Живи, не живи, но готовься на пир. А там на пиру много званых, незваных. И я среди них печален и тих. Светильник беру у юродивых, странных. И жду поутру, не грядет ли жених. И миг, словно год. И минута, как вечность. А жизнь, будто сон в ожидании дня. Но солнце взойдет. Неминуема встреча. Где будет душа? И где буду я? Так, по поводу метанои. Мы, если загуглить это, спрашиваешь, что такое метанои. Если загуглить это слово, то вы все поймете. Это очень православное слово. Греческое. В принципе, вкратце, изменение ума. Преображение. То есть, благодаря благодати Божией, человек полностью преображается. Из греховного естества в святое. То есть, это такая святость получается. Наша жизнь – это стремление к святости. К очищению. Мы не можем быть святыми при жизни. Но мы можем стремиться к святости. Стараться. Подражать Христу и подражать святым. И вот я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Одиннадцать ран пробило». Одиннадцать ран пробило. Во строге такая грязь. Но музыка вдруг по жилам ударила и разлилась. И петь захотелось воем. И мнился двенадцатый час. И бдение часовое уже не касалось нас. Уже не пугали стены. Уже не кипела кровь. И были струны, как вены, играющие любовь. Такой образ я нашел, что вены, да, вены как струны. Они напрягаются. А раньше, кстати, из животных делали инструменты. Эх, мою книгу не приобрести сейчас, потому что ее разобрали. Господи помилуй, разобрали ее. Но я, наверное, сейчас буду издание второе делать. Да, вообще накопилось стихов и на новые. На новые. На новый сборник накопили стихи. Я ушел, я уехал, улетел далеко. Мне теперь не до смеха, но зато мне легко. Не сломать мне вереи, не вернуться назад. Белый парус нореи и родные глаза. Там, где тихая радость, там, где вечный покой. Ни потопа, ни глада, ни печали мирской. Среди плевел и зерен, возле древа стыда. Божьей воли покорен, буду ждать я суда. Да, пока на нашем поле земном растут и плевела, и зерна, и зло, и добро. И Господь пока до Своего второго пришествия, пока жатвы нет. Да. Вот Господь нас терпит. Конечно, хотелось бы оказаться в житнице Божией. Зерном. Они не плевелами, и терниями, и волчцами. Почему-то в глубину не хотят. Почему-то и лететь не летят. Вроде смотришь и живут, не живут. Все какие-то газеты жуют. Все в какие-то экраны глядят. На собраниях, как галки, галдят. Будто вовсе им и кладбища нет. А Господь возьмет и выключит свет. По поводу причастия спрашивают, да, что я могу сказать. Все индивидуально. Вот по любому поводу, что не спросите, я скажу, что все индивидуально. Очень хорошо бы было иметь духовника или какого-то брата, сестру, которые уже идут по этому пути. Но лучше всего священника. Захотели причаститься, благословились. И спрашиваете, батюшка, а как поститься? А он спрашивает вас, а какое у вас здоровье? А какой образ жизни? А где вы, сколько работаете? Некоторые просто после работы придут и валятся. Допустим, муж содержит семью, работает на трех работах. И он придет, и вы думаете, ему надо учитывать правила. Оно нужно Богу такое правило? Когда он еле ворочит языком. Да, он сделает усилие над собой. Это будет его подвиг. Но это тоже все индивидуально, если он решится на этом. Но Господь таких подвигов от человека, я думаю, не требует. А у батюшка вам даст благословение, скажет, как поститься, сколько поститься, что есть, не есть, относительно вашего здоровья. И все. И тогда, тогда уже можно спокойно, да, спокойно. А то мы что-то начинаем выдумывать какое-то свое православие, свой велосипед. Такс. Мой ветхий брат, близнец болящий, непраздной совести укор. Забыл какой-то настоящий, Зачем в руке твой топор? По что не спишь? По что не плачешь? По что не молишься в ночи? Как жизнь свою переиначишь? Где потерял свои ключи? Вот такие стихи у меня есть. Я сам себе задаю вопросы. И песня «Как исповедь» звучит. Вот про рождественский пост, интересное стихотворение. В этот рождественский пост Я ремонтировал мост. Душу свою латал И в небесах летал. Чистил грязнющий хлев, Утром рычал, как лев. Днем вспоминал псалмы, Ночью ровнял холмы. Путь в облака тарил, Песни творил и дарил. Ждал, ну когда же, когда Вспыхнет в ночи звезда. А еще вот эта такая актуальная тема, конечно. «Меня согревали чужие люди, Меня понимали чужие люди, Кормили, поили чужие люди, И радость дарили чужие люди. И люди чужие мне стали родными, А люди родные мне стали чужими. И все в голове поменялось местами, И снег на щеке моей тихо растаял». Я учился. Я не учился, а только слушал. Только смотрел, только чувствовал, Как звуки и мысли В чистую душу льются рекою. Холод и мрак, жажда и голо, Глад в этот миг отступали. Сердце горело небесным огнем. Все это было когда-то в начале, Ласковым утром, солнечным днем. Вот хорошее стихотворение, мне оно нравится самому. «Вычеркивал из жизни дни, Питался пылью душных комнат. Меня уже никто не помнит Среди рассеянной родни. Но почему-то я живу, Дышу и плачу почему-то. Пою и ощущаю смутно, Как расцветаю наяву. Как проявляется среди Кровавых ран и мелких ссадин Талант, который Богом даден И рвется из моей груди. И все стремится на места, Родня меня почти признала У ног распятого Христа. Все начинается сначала». Спасибо большое, что вы на связи. Смотри, сколько там времени у нас. Алексей выключил время. Сколько? 20.47. «Только веруй и только дождись. Начинается новая жизнь. В ней все просто, надежно, легко. Совесть белая, как молоко. Мысли чистые, чувства легки, Будто розовые лепестки. Лишь немножечко потерпеть, Лишь маленечко пострадать, И научишься в терниях петь, И без крыльев над миром летать. Только веруй и только молись, Пробиваясь в небесную высь. За плечами года и беда, На страницах пустая вода. Лишь бы музыка не умерла Среди горя, страданий и зла». Сегодня я читаю стихи, вспоминаю все. Сегодня гитары нет, потому что я ехал, еду с передачи «Лавушки встречи» с Сергеем Зыковым. Я выложу, наверное, такое небольшое видео в конце. Вот, это хороший очень певец петербургский. А вот такое немножко стихотворение. «Бывало еще и похуже, Возрадуйся, брат, и молчи. Тебя не сварили на ужин, Тебя не склевали грачи. Состав по тебе не проехал, Не перепилила пила, Толпа не убила со смехом, Проверка на прочность была. А дальше откроются двери, Там будет светло и легко. И в это я искренне верю, Хоть это еще далеко». Можно ли молиться своими словами? Очень даже можно и даже нужно. Приходит, допустим, ко мне человек и говорит, «Батюшка, там как молиться? Я все молитвы читаю». А я спрашиваю, а у тебя есть собственная молитва? Как это собственная молитва? Ну, собственная молитва. Что тебе вот лично? Ты читаешь молитвы, которые молились святые. Да, это хорошо. Ты на самом деле учишься обращаться к Богу как положено. Полуставок, может так выразиться. Правило, да. Правило – это исправление. Правило. Выправляет, исправляет. Правило. А еще нужно иметь свою собственную молитву. Я говорю, вот давайте на следующую исповедь принесите мне текст молитвы вашего личного обращения к Богу. Что вам нужно в этой жизни? Что вам нужно от себя? Что вам нужно от людей, от ближних? Ну, и в итоге от Бога. Если как-то это вот так вопрос поставить, то представьте себе, когда вы принесете священнику такую молитву, он четко о вас будет знать. Так, а где послушать мои стихи? Я сейчас вот с Ольгой Максимовой начинаю делать концерты. Это стихи по дарфу. Вот. Поэтому… Так, где можно? Следите за моими видео, которые будут появляться в ютубе и в инстаграме. Так, Карина хочет, чтобы я ответил в личных сообщениях. Ну, если напишите, я в этом… А честно признаться, хочу сказать, что у меня пишут очень много, прям идет большой поток. Вот, и вы уж простите, ну, простите немножко, что иногда я или задерживаюсь, или не все, успеваю на все ответить. Поток бывает громадный просто. Ну, не потому что я такой какой-то крутой или что-то. Просто мне хочется всем ответить обстоятельно. Вот. Такие пироги. Ну, вот я уже подъезжаю к дому. И, наверное, уже… Сколько там времени уже? 53 минуты. 53 минуты. Угу. А беда приведет куда надо. И не сможешь понять, как окажешься ты у креста. И разрушены будут… И разрушены будут основы житейского ада. Все забудешь… Любимых людей и родные места. Только бедная совесть, пронзительной, острую болью, вспыхнет вдруг, Озаряя душевную тьму. И от этой решительной, горестной встречи с собою все зависит. Ведь дальше идти лишь тебе одному. Оправдаешься чем? Суетой или славой пустою? И какими глазами воззришь на благого судью? В тишине приговор, словно гром прогремит, недостоин. Вот об этом теперь я живу и пою. Мне не хочется быть недостойным, хотя чувствую свое недостоинство. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Вот такая короткая молитва. Спокойной вам ночи. Спасибо, что вы были со мной в этом небольшом откровении. Для меня это как откровение. Ну и простите, что я, бывает, начинаю как-то. Ну, начинаю, потихоньку начинаю, начинаю. А потом... А потом, да. «Батюшка, у мужа онкология, как правильно молиться? Читай Акафист при Ставгородской царице». Да, так и читайте Акафист. В общем, молитесь. Просите, чтобы молитвы... Помогайте монастырям. Помогайте бедным людям. Ради того, ради молитв. Вот. Помогайте, да, помогайте. Милостыней, милосердием. Можно уморить Бога. А еще я говорю человеку, который болен. Говорю, а вы пообещайте что-нибудь Богу? Может, Господь вас услышит? Нет, Он же слышит, да. Если вы искренне пообещаете, а потом исполните, то вполне возможно, что произойдет исцеление. Ну вот. Спасибо вам, спасибо, что были со мной, послушали стихи. Вот. Это был мой прямой эфир, который называется «Просто поговорим». Без всяких... Без всяких... Не знаю чего. Ничего... Ой, ой, ой. Упало. Ничего специального. Да. Как есть, так и есть. Прямо как с... Ну... Как будто с неба все произошло. Помоги, Господи. Ну, теперь до следующего понедельника. Вот я уже дом. Там вот... Так вот... С Богом.